Добрый день, дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, и вы смотрите YouTube-канал Планеты Дзюдо. Сегодня мы впервые открываем рубрику «Библиотека боевых искусств». Миссия этой рубрики состоит в том, чтобы знакомить вас, уважаемые знатоки боевых искусств, с той литературой, которая выпускалась или выпускается сегодня. Литературой о боевых искусствах, об истории боевых искусств, о мастерах, школах. И мне очень приятно в нашем первом выпуске познакомить вас с очень интересным изданием. Но сначала я хочу сказать немного слов об авторе. Это человек, известный в мире боевых искусств, Алексей Горбылев. Алексей Горбылев – кандидат исторических наук. Журналист, международник, востоковед, японист. Окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. В настоящее время он является преподавателем Института стран Азии и Африки Московского государственного университета. А также является доцентром кафедры истории и культуры Японии. Читает много лекций на тему истории Японии, боевых искусств. И сегодня вашему вниманию представляется книга «Очень объемный труд. Дзюдо. Система Василия Сергеевича Ощепкова. Специальная библиотека Василия Сергеевича Ощепкова». Это на самом деле уникальное издание и, на мой взгляд, не имеет аналогов в Российской Федерации, да и вообще в мире. В частности, те материалы, которые здесь публикованы, касаются истории развития самбо в нашей стране. И вначале я хочу прочитать вам аннотацию к этой книге вот вначале, для того, чтобы вы более глубоко поняли, о чем говорится в этом уникальном, очень объемном издании. В настоящем томе серии «Система дзюдо» Василия Сергеевича Ощепкова собраны уникальные переводные материалы по различным видам борьбы и самозащиты из личной специальной библиотеки Василия Сергеевича Ощепкова, подлинного основателя современного самбо, на которой он опирался в процессе совершенствования организации, техники и методики обучения и тренировки своей системы борьбы вольного стиля и рукопашного боя дзюдо. Все публикуемые источники снабжены обширными библиографическими комментариями. В книге также представлен реконструированный перечень публикаций по различным видам борьбы, бокса, комплексам приемов и системам самозащиты, рукопашного боя и фехтования, имевшихся в распоряжении Василия Ощепкова. Обобщены сведения о происхождении, использовании и судьбе его личной специальной библиотеки. Знакомство с представленными материалами позволяет войти в творческую лабораторию основателя самбо и получить ясное представление о том, «Как созидалась популярнейшая и признанная ныне во всем мире отечественная система борьбы вольного стиля и рукопашного боя». Как мы видим из текста аннотации к этой книге, еще раз повторюсь, это очень обширная и очень-очень интересная книга. В начале книги автор Алексей Горбылев пишет о такую небольшую, а может даже на самом деле объемную информацию, «Библиографическую» об Василии Сергеевича Ощепкова. Здесь есть и фотографии, и первые вырезки публикаций в журналах того времени. И фотографии с первыми учениками. Много интересных архивных фотографий и документов. А также представлено много документов. Как вы видите, здесь есть также авторы этих документов и краткое описание каждого документа, который есть в этой книге внутри. Ну вот, допустим, к примеру. Японские правила соревнований по дзюдо Токийского института Кадакан. В конце имеется подпись «Перевел с японского преподаватель дзюдо Ощепков». Перевод выполнен с неустановленного издания «Правил Кадакан дзюдо» в редакции от ноября 1925 года. Хранится в семейном архиве Харлампьевых. Копия этого перевода «Правил Кадакана» имелась также у ученика Ощепкова, Кузовлева. Она сохранилась в архиве ученика Кузовлева, Ларионова. Перевод опубликован в настоящем издании на странице 630. И вот к каждому, каждый опубликованный здесь документ, это исторические документы из личной библиотеки Василия Ощепкова, на которую он опирался, на которую он изучал. И мы можем это увидеть, что он именно ее изучал, потому что здесь даже есть пометки где-то на полях, сделанные рукой самого Ощепкова. Также есть, вы видите, какие это материалы. Это не просто сегодняшние современные материалы, это материалы тех времен. Видите, машинописные тексты, которые перепечатаны просто в современную книгу. А также есть тексты, которые писались от руки. Вы видите, переводы, скорее всего, да? Мы здесь видим, что это перевод книги Арима Сумитома «Дзюдо. Японская физическая культура». Вы видите, это переводы этой книги. Это очень объемная книга, 847 страниц. Здесь собраны уникальные материалы для тех, кто интересуется боевыми искусствами, кто интересуется историей создания борьбы с самбо, историей развития и того момента, как появилась «Дзюдо» в Российской империи, после в Советском Союзе. Я думаю, что эта книга будет украшением любой библиотеки каждого мастера боевых искусств. Независимо от того, какой вид или направление вы практикуете. Самбо, дзюдо, карате, айкидо, ушу или еще что-то. Потому что, на мой взгляд, такая книга, она дает пищу к размышлению. Мы, благодаря этой книге, ну, по крайней мере, я, я еще не полностью ее прочитал, потому что, на самом деле, ее не просто так читать. Эта книга, как я говорю, она должна смаковаться. Эта книга читается медленно для того, чтобы можно было понять вообще суть боевого искусства. Вообще и, в частности, самбо и дзюдо. Так что, не буду я много говорить о этой книге уже, потому что, на самом деле, лучше один раз увидеть ее у нас в руках у себя и прочитать, чем я буду вам рассказывать о том, что здесь написано. Еще раз повторюсь. Алексей Горбылев, на самом деле, сделал уникальный труд, издав такую книгу. И хочу, кстати, сказать пару слов в заключении, что эта книга издана на средства любителей боевых искусств. И, кстати, здесь написаны те люди, которые помогли выпустить эту книгу. Это еще раз говорит о том, что эта книга, на самом деле, очень ценна. Так что, рекомендую вам. И такая книга украсит любую библиотеку мастеров боевых искусств. Продолжение следует...